Глава восьмая Небесный младенец Нас перевели в воздушную камеру и стали постепенно выкачивать воздух. Скоро образовалась межпланетная пустота, и дверь открылась. Я переступил порог. Трапа не было, ракета лежала на боку. В первое мгновение я был ослеплен и ошеломлен. Подо мною ярко блестела поверхность огромного шара диаметром в несколько километров. Не успел я сделать шаг, как возле меня появился звездный житель в межпланетном костюме. Он с необычайной ловкостью и быстротой надел мне на руку аркан на шелковом шнуре. Недурное начало. Я рассердился, дернул руку, гневно топнул ногой и в тот же момент взвился вверх на десяток метров. Звездный житель поспешно притянул меня за шелковый шнурок к поверхности блестящего шара. Я понял, если бы меня не привязали, то при первом неосторожном движении я улетел бы в мировое пространство и поймать меня было бы нелегко. Но как же я не потянул за собой человека, который держал меня на аркане? Я посмотрел на землю и увидел, что на блестящей поверхности имеются многочисленные скобы, за которые цепляется ногами мой провожатый. Рядом я увидел Тоню, у нее тоже был спутник, который держал ее на аркане. Я хотел приблизиться к ней, но путь преградил мой провожатый. Через стекло скафандра я видел его улыбающееся молодое лицо. Он прислонил свой скафандр к моему, чтобы я мог слышать, и сказал, — Держитесь крепко за мою руку. Я оповиновался. Мой спутник выдернул ноги из скобы и ловко подпрыгнул. За его спиной блеснуло пламя, я почувствовал толчок, и мы понеслись вперед над шарообразной лунной поверхностью. У моего провожатого была портативная ракета «Ранец» для недалеких полетов в межпланетных пространствах. Ловко стреляя то задними, то боковыми, то верхними, то нижними револьверами ранца, он увлекал меня все дальше и дальше по дуге над поверхностью шара. Несмотря на ловкость моего спутника, мы кувыркались как клоуны на цирковом манеже. То вверх, то вниз головой, но это почти не сопровождалось приливами крови. Скоро наша ракета скрылась за горизонтом. Мы перелетали пустое пространство, отделявшее ракетодром от звезды Кэтс. Впрочем, если говорить о моих ощущениях, то мне казалось, что мы стоим на месте, а на нас летит блестящая труба, все увеличивающаяся в размерах. Вот она повернулась на поперечной оси, и показался ее конец, замкнутый блестящей полусферой. С этой стороны труба казалась небольшим шаром по сравнению с луной ракетодромом. Этот шар, как бомба, направлялся прямо на нас. Ощущение было не очень приятное. Вот-вот блестящая бомба разобьет нас в дребезге. Но вдруг бомба с необычайной быстротой описала в небе полукруг и оказалась за нашей спиной. Это мой водитель повернул нас спиной к звезде, чтобы затормозить полет. Несколько коротких взрывов, несколько толчков невидимой широкой ладони в спину, и мой спутник ухватился за металлическую скобу на поверхности полушария. Нас, вероятно, ждали. Как только мы причалили, в стене полушария открылась дверь. Спутник втолкнул меня внутрь, влез сам, и дверь захлопнулась. Вновь воздушная камера, освещенная электрической лампой. На стене манометр, барометр, термометр. Мой провожатый подошел к аппаратам и занялся наблюдением. Когда давление и температура оказались достаточными, он начал раздеваться и жестом предложил мне последовать его примеру. — Ну что, накувыркались? — спросил он, смеясь. — Это я нарочно так летел. — Хотели позабавиться? — Нет. Я боялся, что вы можете натерпеться от жары и холода, не умея обращаться с плащом регулировки температуры. Поэтому я вертел вас, как кусок баранины на вертеле, чтобы вы равномерно поджаривались на солнце. — сказал он, окончательно освобождаясь от межпланетного костюма. — Ну, позвольте представиться. Крамер, лаборант-биолог звезды Кэтс. А вы? Работать к нам? — Да, тоже биолог Артемьев Леонид Васильевич. — Замечательно. Будем работать вместе. Я начал раздеваться и вдруг почувствовал, что физический закон «сила действия равна силе противодействия» обнаруживается здесь в чистом виде, незатемненный земным притяжением. Здесь все вещи и сам человек превращаются в реактивные приборы. Я отбросил костюм, говоря по-земному, вниз, а сам, оттолкнувшись от него, подпрыгнул вверх. Получилось, не то я сбросил костюм, не то он меня подбросил. — Теперь мне и вам надо почиститься, пройти дезинфекционную камеру, — сказал Крамер. — А вам зачем? — удивленно спросил я. — Ну ведь я прикасался к вам. — Вот как! Словно я прибыл из зачумленной местности, — подумал я. И вот я опять в чистилище. Снова камера с гудящими аппаратами, которые пронизывают тело невидимыми лучами. Снова чистая стерилизованная одежда, снова медицинский последний осмотр в маленькой белой амбулатории звездного врача. В этой небесной амбулатории не было ни стульев, ни столов, только одни ящики с медицинскими инструментами, прикрепленные к стенам легкими закрепками. Нас встретила маленькая живая женщина-врач Анна Игнатьевна Меллер. В легком платье серебристого цвета, несмотря на свои сорок лет, она походила на подростка. Я передал ей привет и просьбу земного врача города Кэтс. После дезинфекции она сообщила мне, что в моей земной одежде нашлось еще немало микробов. Я непременно напишу в здравотдел города Кэтс, что у них плохо следят за ногтями. Под вашими ногтями была целая колония бактерий. Надо обрезать и чистить ногти перед отправкой на звезду. Ну, а вообще вы здоровы и теперь относительно чисты. И сейчас вас отнесут в вашу комнату, а потом накормят. Отнесут? Накормят? Удивленно спросил я. Ну, ведь я же не лежачий больной и не ребенок. Надеюсь, я сам пойду и поем. Не хвалитесь. Для неба вы еще новорожденный. И она хлопнула меня по спине. Я стремглав отлетел в другой конец камеры, оттолкнулся от стены, отлетел на середину и повис, беспомощно болтая ногами. — Ну как, убедились? — смеясь сказала Меллер. — А ведь у нас тут все же тяжесть существует. Ползунок вы еще. Ну-ка, пройдитесь. — Какое там? Только через минуту мои ноги коснулись пола. Я попробовал шагнуть и снова взвился в воздух. Ударившись головой о потолок и почти не почувствовав удара, я беспомощно заболтал руками. Дверь отворилась, и вошел мой знакомый Крамер, биолог. Увидав меня, он расхохотался. — Вот, возьмите на буксир этого младенца и проводите его в комнату шесть. — Обратилась к Крамеру Анна Игнатьевна. — Он плохо переносит разреженный воздух. Дайте ему половинный воздушный паек. — Нельзя ли для начала нормальное давление? — попросил я. — Хватит половины. Надо привыкать. — Давайте вашу руку, — сказал Крамер. Цепляясь ногами за ременные скобы на полу, он довольно быстро и легко подошел ко мне, взял меня рукой за пояс и вышел в широкий коридор. Повертев меня, словно легкий резиновый меч, он бросил меня вдоль коридора. Я вскрикнул и полетел. Толчок был так рассчитан, что, пролетев метров десять по косой линии, я приблизился к стене. — Хватайтесь за ремешок, — крикнул Крамер. Эти ремешки, вроде ручек портпледа, были всюду — на стенах, на полу, на потолке. Я ухватился за ручку изо всей силы, ожидая, что меня рванет при остановке. Но в тот же миг я с удивлением почувствовал, что в руке не ощущается напряжение. Крамер был уже возле меня. Он открыл дверь и, подхватив меня под мышку, вошел в комнату цилиндрической формы. Ни кровати, ни стульев здесь не было. Только ремешки на стенах да одно широкое окно, завешенное прозрачной зеленоватой материей. И поэтому свет в комнате был зеленоватый. — Ну-с, садитесь и будьте как дома, — пошутил Крамер. — Сейчас я прибавлю кислорода. — Скажите, Крамер, а почему у вас ракетодром отдельно от звезды? — А, это недавнее изобретение. Раньше ракеты причаливали прямо к звезде. Но не все пилоты одинаково ловкие. Совершенно без толчка трудно причалить. И вот однажды капитан звездолета Кэтс-7 сильно ударил звезду Кэтс. Пострадала большая оранжерея. В ней разбились стекла, и часть растений погибла. Работы по ремонту идут до сегодняшнего дня. После этого несчастного случая наши инженеры решили устроить ракетодром отдельно от звезды. Вначале это был огромный плоский диск, но практика показала, что для причала удобнее полусфера. Когда ремонт оранжерея закончится, мы заставим звезду Кэтс вращаться вместе с оранжереей на поперечной оси. Получится центробежная сила, появится тяжесть. — А что это за разноцветные лучи, которые мы видели во время полета? — спросил я. — А, это световые сигналы. Такую крохотную звездочку нелегко найти в просторах неба. Вот мы и устроили бенгальское освещение. — Ну, ладно, как вы себя чувствуете? — Легче дышится. — Больше не дам, иначе вы опьянеете от чистого кислорода. — Вам не жарко? — Да немного холодновато, — ответил я. Крамер одним прыжком очутился возле окна и отдернул занавеску. Ослепительные лучи солнца наполнили комнату. Температура начала быстро повышаться. Крамер прыгнул к противоположной стене и открыл ставню. — А вот полюбуйтесь на эту красавицу. Я повернулся к окну и замер от восхищения. Земля занимала половину небосклона. Я смотрел на нее с высоты тысячи километров. Она казалась не выпуклым шаром, как я ожидал, а вогнутой. Края ее, очень неровные, с выступающими зубцами горных вершин, были словно подернуты дымкой тумана. Неясные размытые очертания. Дальше от края земли шли продолговатые серые пятна облака, затемненные толстым слоем атмосферы. Ближе к центру тоже пятна, но светлые. Я узнал ледовитый океан, очертания берегов Сибири и Северной Европы. Ослепительно ярким пятном выделялся Северный полюс. Маленькой искоркой отражалось солнце в Баренцевом море. Пока я рассматривал Землю, она приняла вид огромной луны в ущербе. Я не мог оторвать глаз от гигантского полумесяца, ярко освещенного светом солнца. «Наша звезда Кэтс», — объяснил мне Крамер, — «летит на восток и совершает полный оборот вокруг Земли за сто минут. Солнечный день у нас продолжается всего шестьдесят семь минут, а ночь — тридцать три». Через сорок-пятьдесят минут мы вступаем в тень Земли. Темная часть Земли, слабо освещенная отраженным светом луны, была едва видна. Граница темной и светлой полосы резко выделялась огромными почти черными зубцами, тенями гор. Но вот я увидел и луну, настоящую луну. Она казалась совсем близкой, но очень маленькой по сравнению с тем, какой кажется с Земли. Наконец, Солнце совершенно скрылось за Землею. Теперь я видел Землю в виде темного диска, окруженного довольно ярким кольцом света зари. Это лучи невидимого Солнца освещали земную атмосферу. Розовый отцвет проникал в нашу комнату. «Как видите, у нас здесь темноты не бывает», — сказал Крамер. «Заря Земли вполне заменяет нам лунный свет, когда луна заходит за Землю». «Мне кажется, в ракете похолодало», — заметил я. «Да, ночная прохлада», — ответил Крамер. «Но это понижение температуры совсем незначительно. Средний слой оболочки нашей станции надежно защищает ее от теплового луча испускания. К тому же Земля излучает большое количество тепла. Ночь на звезде Кэтс очень коротка, поэтому мы не рискуем замерзнуть. Для нас, биологов, это очень хорошо, но наши физики недовольны. Они с трудом получают для опытов температуру, близкую к абсолютному нулю. Земля, как огромная печь, дышит теплом даже на расстоянии тысячи километров. Растения наши оранжереи без вреда переносят короткую ночную прохладу. Мы даже не пускаем в ход электрические печи. У нас здесь чудный горный климат. Скоро на ваших бледных ленинградских щеках заиграет румянец. Я здесь пополнел. У меня появился аппетит». «Признаться, я есть хочу», — сказал я. «Так полетим в столовую», — предложил Крамер, протягивая мне бронзовую от загара руку. Он вывел меня в коридор, и мы, подпрыгивая и хватаясь за ремешки, направились в столовую. Это была большая комната цилиндрической формы, позолоченная первыми лучами утра. Большое решетчатое окно с толстыми стеклами окружало рамка ярко-зеленых вьющихся растений. Такой яркой зелени мне на земле не приходилось видеть. «А вот и он». Я оглядываюсь на знакомый голос и вижу Меллер. Она прилепилась к стене, как ласточка, а возле нее Тоня в легком сиреневом платье. Волосы Тони после дезинфекционных процедур взлохмачены. Я радостно улыбаюсь ей. «Пожалуйста, пожалуйста, сюда», — зовет Меллер. «Ну, чем вас подчивать?» Передо мной на полке герметически закрытые банки, баллоны, кубы, шары. «Мы вас будем кормить из соски жидкой пищей, манной кашей. С твердыми кусками вы не справитесь, вылетит из рук и не поймаете. У нас все больше вегетарианская пища, зато у собственной плантации. Здесь яблочный мусс», — она указала на закрытую банку. «Здесь клубника с рисом, абрикосы, персики, моседуан из бананов, репы, кэтс. Такой вы на земле не ели. Хотите репы?» И Меллер ловко сняла с полки цилиндр с трубочкой на боку. В задней стенке цилиндра имелась трубка пошире. Эту трубку Меллер вставила в небольшой насос и начала качать. На наконечнике боковой трубки показалась желтоватая пена. Меллер протянула цилиндр Тоне. «Берите и сосите. Если сосать будет трудно, подкачайте воздух. Наконечники стерилизованы. Чего гримасничаете? Наша посуда не так красива, как греческие чаши, но зато хороша для здешних условий». Тоня нерешительно взяла трубку в рот. «Ну как?» спросила Меллер. «Очень вкусно». Крамер подал мне другую усоску. Полужидкая желтая кашица из кецовской репы была действительно очень вкусна. Массидуан из бананов тоже хорош. Я не успевал подкачивать насос. Затем следовало желе из абрикосов и клубничный мусс. Я ел с удовольствием, но Тоня была задумчива и почти ничего не ела. В коридоре я нагнал ее, схватил за руку и спросил. «Чем вы озабочены, Тоня?» Я сейчас была у директора звезды Кэтс, справлялась о Евгеньеве. Его уже нет на звезде. Он отправился в длительное межпланетное путешествие. «Значит, и мы последуем за ним?» с тревогой спросил я. «Увы», — ответила она, — «нам надо работать. Ну, директор сказал, что, может быть, вы совершите межпланетное путешествие». «Куда?» с испугом спросил я. «Я еще не знаю. На Луну, на Марс, может быть, и дальше». «А нельзя ли с Евгеньевым поговорить по радио?» «Можно. Радиосвязь Кэтса не установлена только с Землей, мешает слой Хевисайда. Он отбрасывает радиолучи. Мне как раз придется работать над тем, чтобы короткими лучами пробить этот слой и установить радиосвязь с Землей, пока связь поддерживается световым телеграфом. Прожектор в миллион свечей дает вспышки, которые прекрасно принимаются на Земле, если только небо не покрыто облаками. Впрочем, на Памире в городе Кэтс небо почти всегда безоблачно. С летящими же в межпланетном пространстве ракетами звезда Кэтс говорит по радио. «Сейчас я пойду на радиостанцию и постараюсь наладить связь с ракетой из следующей мировой пространства между звездой Кэтс и Луной. А вас директор просил зайти к нему». Посмотрев на часы браслет, Тоня добавила, «Хотя к директору сегодня уже поздно. Полетим вместе на радиостанцию. Комната номер девять». Огромный коридор, ярко освещенный электрическими лампами, уходил вдаль, как туннель подземной дороги. Голоса здесь звучали тише обычного, потому что воздух был разрежен, и я не сразу услышал, что меня откликают. Это был Крамер. Он летел к нам, махая небольшими крыльями. Сбоку и над спиной его торчали какие-то предметы, похожие на сложенные веера. «Вот вам крылья», — сказал он, — «чтобы вы совсем были похожи на небожителей. В раскрытом виде эти штуки немного напоминают крылья летучей мыши, прикрепляются к кистям рук, могут складываться и откидываться назад, и тогда вы можете свободно брать все». Крамер ловко прикрепил нам крылья размером в большой лист лопуха, показал, как обращаются с механизмом и улетел назад. Я и Тоня принялись за полеты. Мы не раз сталкивались с головами, ударялись о стены, делали неожиданные повороты. Но неловкие движения не причиняли нам боли. «В самом деле мы похожи на летучих мышей», — со смехом сказала Тоня. «Ну, кто первый долетит до радиостанции?» Мы сорвались с места. «А почему так пустынно в коридоре?» — спросил я. «Все на работе», — сказала Тоня. «Здесь, говорят, по вечерам публика летает роем, как майские жуки в погожий день». Мы подлетели к комнате номер девять. Тоня нажала кнопку, и дверь бесшумно открылась. Первое, что меня удивило, это радист. Он с наушниками на ушах примастился на потолке и записывал радиотелефонограмму. «Готово», — сказал он, прячав сумку у пояса записную книжку. Эта сумка заменяла ему ящик письменного стола. «Вы хотите поговорить с Евгеньевым?» «Попытаемся». «А это трудно?» «Нет, не трудно. Но у меня сегодня не работает длинноволновый передатчик, а на короткой волне найти ракету, спирально поднимающуюся над землей, несколько сложнее. Я сейчас вычислю местонахождение ракеты и попробую». Но в этот момент он неожиданно задел ногой за стену и отлетел в сторону. Его удержали шнуры радионаушников, и через мгновение радист принял прежнее положение. Вынув записную книжку, он посмотрел на хронометр и углубился в расчеты, а потом принялся за настройку. «Алло, алло, говорит звезда Кэтс. Да, да, позовите к аппарату Евгеньева. Нет, скажите ему, чтобы он, когда вернется, вызвал звезду Кэтс. С ним должна говорить новая сотрудница звезды Кэтс. Фамилия? Фамилия. «Антонина Герасимова», — поспешила сказать Тоня. «Товарищ Герасимова, слышишь? Так, много? Хороший улов? Поздравляю». Он выключил аппарат и сказал. «Евгеньева нет в ракете. Он вылетел в межпланетное пространство на промысел и вернется часа через три. Занят ловлей мелких астероидов. Прекрасный строительный материал. Железо, алюминий, граниты. Я вызову вас, когда Евгеньев будет у радиотелефона». Глава девятая в библиотеке. За вечерним чаем ко мне подлетел крамор. «Вы свободны сегодня вечером?» Спросил он меня и пояснил. «Не удивляйтесь, пожалуйста. На звезде сто минутные сутки, но по привычке мы рабочий день исчисляем по земному времени. Закрывая ставни, делаем ночь и спим шесть-семь звездных суток. Теперь по московскому времени восемь часов вечера. «Не хотите ли познакомиться с нашей библиотекой?» «Охотно», — ответил я. Как и все помещения на звезде Кэтс, библиотека представляла собой цилиндр. Окон не было. Боковые стены были сплошь заняты ящиками. По продольной оси цилиндра от двери до противоположной стены натянуты четыре тонких троса. Придерживаясь за них, посетители передвигались в этом своеобразном коридоре. Пространство между коридором и боковыми стенками заполнял ряд сетчатых койек. В помещении был чистый, озонированный воздух с запахом хвои. Газонаполненные трубки, пролегающие между ящиками, светились приятным матовым светом. Тишина. На некоторых койках лежат люди с надетыми на голову черными коробками, изредка подкручивая выступающие из коробок круглые рукоятки. Странная библиотека. Можно подумать, что здесь не читают, а проходит какой-то курс лечения. Перебирая руками трос, я двигаюсь за Крамером к противоположному концу библиотеки. Там, на фоне сложенных стеной черных ящиков, порхает девушка в ярко-красном шелковом платье. Наш библиотекарь, Эльза Нильсон. Познакомьтесь, говорит Крамер и, шутя, бросает меня к девушке. Она, смеясь, подхватывает меня на лету, и мы знакомимся. — Что будете читать? — спрашивает она. — У нас миллион экземпляров книг почти на всех языках мира. — Миллион экземпляров? Где же они размещаются тут? — Но потом я догадываюсь. — Фильматека. — Да, книги на пленке, — говорит Нильсон. Читают их с помощью проекционного фонаря. — Легко и компактно, — добавляет Крамер. — Целый том, страница за страницей, отпечатанный на пленке, занимает место не больше, чем катушка ниток. — А газеты? — спрашиваю я. — Их заменяют радио и телевизор, — отвечает Нильсон. — Книги на пленках — это уже не новость, — говорит Крамер. — У нас есть вещь поинтереснее. — Какую же программу вечера мы составим для товарища Артемьева? — Давайте так. Сначала мировая хроника. Покажем, что на звезде Кэтс мы не отстали от мировых событий. Затем дайте солнечный столб. — Это новый роман? — спросил я. — Да, в некотором роде, — ответил улыбаясь Крамер. — Ну и хотя бы атмосферную электростанцию. Кивнув головой, Нильсон вынула из ящика круглые плоские металлические коробки. Крамер предложил мне лечь на койку. Затем, вложив эти коробки в ящик с рукоятками, надел его мне на голову. — Лежите, слушайте, смотрите, — сказал он. — Лежу, но ничего не вижу и не слышу. Абсолютная тишина и мрак. — Поверните ручку справа, — сказал Крамер. — Я повернул. Что-то щелкнуло и тихо зажужжало. Сильный свет ослепил меня. На мгновение я закрыл глаза и в то же время услышал голос. — Тропические джунгли Африки расчищаются под культурное земледелие. Я открыл глаза и увидел сверкающую в ослепительных лучах африканского солнца сине-зеленую поверхность океана. А на ней растянутый в боевую линию огромный флот. Дредноуты, сверхдредноуты, линкоры, крейсеры и истребители всех видов и систем. Здесь были и старые военные корабли, изрыгающие из широкогорлых труб клубы черного дыма, и более новые теплоходы с двигателями внутреннего сгорания, и позднейшие с электрическими двигателями. Это зрелище было так неожиданно, что я невольно вздрогнул. Неужто опять война? Ну, какая же может быть война, когда с капитализмом покончена во всем мире? Не угощают ли меня старым фильмом из времен последней войны, которая привела к революции? Военный флот, орудие истребления, мы превратили в мирный грузовой транспорт. Продолжал все тот же голос. Ах, вот в чем дело. Ослепленный ярким светом, я сразу не заметил, что боевые башни с чудовищными морскими пушками сняты. Вместо них на кораблях установлены грузовые краны. Сотни хлопотливых катеров, буксиров, барж снуют между боевой цепью судов и новенькой гаванью. В гавани кипит разгрузочная работа. Я снова повернул ручку. И это тоже похоже на войну. Огромный лагерь, белые палатки и фанерные домики, окрашенные в белый цвет. У домов и палаток люди в белых костюмах, европейцы и чернокожие. За лагерем дымовая завеса, поднимающаяся почти до зенита. Дым валит клубами, как при огромном пожаре. Новый кадр, сплошная стена непроходимого тропического леса, пылает в огне. На пепелище стоят огромные фургоны, коробки из металлической сетки на стальных каркасах. В них копошатся люди, выкорчевывая небольшими машинами пни. Тропики — самые богатые солнцем места на земле. Но они были недоступны для культурного земледелия. Непроходимые леса, болота, хищные звери, ядовитые гады, насекомые, губительные лихорадки наводняли тропики. Смотрите, чем они становятся теперь. Равнина. Тракторы возделывают землю. Чернокожие трактористы сверкают белыми зубами в веселые улыбки. На горизонте многоэтажные дома, густая зелень садов. Тропики прокормят миллионы людей. Идеи Циолковского притворяются в жизнь. Как и здесь Циолковский, удивляюсь я, сколько же идей успел он заготовить впрок будущему человечеству. И словно в ответ на эту мысль, я увидел другие картины великой переделки земли по идеям Циолковского. Превращение в оазис и пустынь путем использования энергии Солнца. Приспособление под жилье и оранжерейное озеленение доселе неприступных гор. Солнечные двигатели, машины, работающие силой приливов, отливов и морских волн. Новые виды растений, которые используют больший процент солнечной энергии. Но это уже по моей части. Об этих достижениях мне известно. Мировая кинохроника окончилась. После минутного перерыва я вновь услышал голос. И все, что он рассказывал, как наяву проходило перед моими глазами. «Я участвовал в испытательном пробеге аэросаней нового типа», — говорил голос. «Условия были поставлены довольно тяжелые. Проехать сотни километров тундры далеко за полярным кругом». Я был начальником пробега и возглавлял колонну. Мы продвигались прямо на север. Было темно. Северное сияние не полыхало на небе. Только фары освещали путь. Стояли пятидесятиградусные морозы. Кругом безлюдная снежная равнина. Мы ехали два дня, поглядывая на компас. И вдруг мне показалось, что небо на горизонте порозовело. «Начинается северное сияние. Будет веселее ехать», — сказал товарищ, который вел наши сани. Через полчаса северный небосклон разгорелся еще ярче. «Странное северное сияние», — сказал я спутнику. «Совершенно отсутствуют переливы света. И краски не те. Обыкновенное северное сияние вначале бывает зеленоватого цвета, потом рассвечивается розовым разных оттенков. А этот цвет как заря, и при том совершенно неподвижный. Он только постепенно усиливается и медленно переходит от розового к белому, по мере того, как мы продвигаемся вперед». «Так, может, это зодиакальный свет?» — сказал мой товарищ. «Да и невозможно ни по месту, ни по времени. И не похоже. Глядите, световая полоса проходит почти от зенита до горизонта, постепенно расширяясь, как конус. Мы и так увлеклись созерцанием загадочного небесного явления, что не заметили глубокой лощины с довольно крутым склоном и едва не сломали санных лыж. Через несколько минут, выбравшись из злощины, мы заметили значительное потепление. Термометр показывал 38 ниже нуля, а всего час назад было 50. «Может быть, это свет излучает тепло?» — сказал я. «Ну, если так, то это совершенно необъяснимо», — возразил спутник. «Световой столб, отапливающий тундру». Он рассмеялся. Столб лежал на пути нашего маршрута, и нам ничего больше не оставалось, как ехать к этому световому конусу и узнать, если удастся, в чем дело. Мы ехали, а вокруг становилось все теплее и теплее. Вскоре мой товарищ погасил фары, в них больше не было надобности. Затем мы заметили усиливающуюся тягу воздуха в направлении светового конуса, а в его вершине разглядели ослепительно сверкающий узкий серп, словно серп Венеры, наблюдаемый в бинокль. Увы, по мере нашего продвижения загадка не только не разгадывалась, но становилась еще более запутанной. «Хм, этот свет поразительно напоминает солнечный», — сказал мой товарищ в недоумении. Скоро стало светло, как днем. Но справа, слева и позади нас были сумерки, переходящие на горизонте в полную тьму. Ветер, славшийся по земле, все усиливался, поднимая снежную пыль. Мы продолжали путь в снежном Самуме. Между тем температура стремительно повышалась. «Минус тридцать, двадцать пять, семнадцать, девять», — сообщал мой спутник. «Ноль, два градуса выше нуля, и это после пятидесяти холода. Теперь мне становится понятным ветер. Видимо, этот солнечный столб нагревает воздух и почву. Получается большая разница температур. Холодный воздух притекает снизу к теплой зоне, а вверху, наверное, есть обратное течение теплого воздуха». Но вот мы приблизились к черте, на которую непосредственно падали световые лучи. Снежинки, увлекаемые ветром, таяли. Буран превратился в дождь, который падал не с неба, а налетал сзади. Снег на земле быстро таял, становился рыхлым и водянистым. На склонах бугров и лощин уже журчали ручьи. Санный путь портился. Теплая морозная полярная зима, как в сказке, превращалась в дружную весну. Ехать дальше становилось опасным. Можно погубить сани. Я остановился. Остановился и весь поезд. Из аэросаней начали выскакивать водители, инженеры, корреспонденты, кинооператоры, участники пробега. Они не менее меня были заинтересованы необычайным явлением. Я распорядился поставить несколько саней боком, чтобы защититься от ветра, и открыл совещание. Оно продолжалось недолго. Все были согласны, что ехать дальше рискованно и решили, что несколько человек должны сопровождать меня в пешеходной экспедиции. Остальные останутся с санями. Мы же, разведав в чем дело, вернемся, а затем все вместе объедем солнечный столб стороной и продолжим наш путь. На месте нашей остановки термометр показывал 8 градусов тепла по Цельсию. Поэтому, скинув меховые одежды, мы надели охотничьи сапоги и кожаные костюмы, взяли с собой небольшие запасы продовольствия, инструменты и отправились в путь. Этот путь был нелегким. Сначала наши ноги проваливались в рыхлый снег. Потом мы увязали в грязи. Нам приходилось обходить речки, болота, небольшие озера. К счастью, кромка грязи была не очень широка. Мы уже видели сухой берег, покрытый изумрудно-зеленой травой и цветами. В конце декабря далеко за полярным кругом свет, тепло и зеленая трава ущипнить меня, чтоб я проснулся, воскликнул мой приятель. Но это не весна, а какой-то чудесный островок весны среди океана полярной зимы, заметил другой спутник. Если бы это была самая настоящая весна, то на всех здешних болотах и озерах мы встретили бы массу птиц. Наш кинооператор установил аппарат, навел фокус и взялся за ручку. Но в этот момент налетел шквал и повалил его в грязь вместе с аппаратом. Плет кинооператора был поднят ветром на огромную высоту и заброшен неведомо куда. Ураган не прекращался, и ветер буквально сбивал с ног. Здесь уже не было постоянного направления ветра. Он дул порывами то в спину, то в лицо, то закручивался смерчем, почти приподнимая нас на воздух. Очевидно, мы подошли к той границе, где поток холодного воздуха встречался с нагретым, сталкивался и создавал вихревые восходящие потоки. Это была граница циклона, вызванного неведомым солнечным столбом. Мы уже не шли, а карабкались на четвереньках, ползли по грязи, цепляясь друг за другом с последних сил. Совершенно измученные, мы добрались до сухой почвы и попали в зону полного штиля. Здесь чувствовались только восходящие токи от нагретой земли, как над полем в жаркий летний полдень. Температура поднялась до двадцати градусов тепла. Мы просохли в несколько минут и расстегнули куртки. Весна переходила в лето. Невдалеке поднимался небольшой холм, покрытый травою, цветами и стелющимися по земле полярными березками. Летали комары, мухи, бабочки, воскресшие подживительными лучами. Мы взошли на холм и остановились, как вкопанные. То, что мы увидели, было похоже на мираж. Перед нами колосилась пшеница. На отдельных полосах росли подсолнечники, зеленела кукуруза. За полем огороды с капустой, огурцами, свеклой, помидорами, грядками клубники и земляники. Еще дальше поиск кустарников, смородины, крыжовника и даже участков виноградных лоз с гроздьями зрелого винограда. За кустарниками плодовые деревья, груши, яблони, вишни, сливы. За ними мандарины, абрикосы, персики. И, наконец, в центральном кольце оазиса, где температура, очевидно, была очень высокой, росли апельсиновые, лимонные деревья, какао, в перемешку с чайными и кофейными кустами. Словом, здесь были собраны главнейшие культурные растения средней полосы, субтропиков и даже тропические. Меж полями, огородами, садами были проложены дороги, концентрическими кругами и по радиусу к центру. Там возвышался пятиэтажный дом с балконами и радиомачтой наверху, ярко освещенный отвесными лучами. На балконах, на подоконниках открытых окон виднелись цветы и зелень. По стенам тянулись вьющиеся растения. На полях, в огородах, в садах работали люди в легких костюмах и в широкополых шляпах. Минуты две мы простояли в оцепенении. Наконец мой товарищ вымолвил. — Это превосходит предел человеческого удивления. — Фу! — тяжело взахнул он. — Вот так сказка из «Тысячи и одной ночи». Мы направились по радиальной дорожке к центру оазиса. Временами я поглядывал на небо, откуда исходили таинственные лучи. Ослепительный, как солнце, серп превращался в диск. Навстречу нам, по дорожке, усыпанной желтым песком, между апельсиновыми деревьями, отягощенными зрелыми плодами, шел загорелый человек в белой рубашке, белых брюках до колен и сандалиях на босу ногу. Широкополая шляпа бросала тень на его лицо. Он издали приветливо махнул нам рукой. Поравнявшись с нами, сказал. — Здравствуйте, товарищи! Мне уже сообщили о вашем приходе. Однако вы смелые люди, если сумели пробраться сквозь полосу наших циклонов. — Да, у вас хорошие сторожа, — смеясь ответил мой товарищ. — Сторожить там незачем, — возразил человек в белом костюме. Пограничные вихри — это, так сказать, побочные явления. Но если бы мы захотели, то могли бы создать такое вихревое заграждение, через которое не пробралось бы сюда ни одно живое существо. И мышь, и слон с одинаковой легкостью были бы подняты на десяток километров и отброшены назад в мертвую снежную пустыню. Вы все-таки подвергались большой опасности. А между тем, с восточной стороны имеется крытый ход, по которому можно совершенно безопасно проникнуть сюда сквозь зону бурь. — Ну, давайте знакомиться. Крукс. Вильям Крукс. Директор опытного оазиса. Вы, видимо, не знали, что здесь существует такой оазис. Впрочем, это можно заключить по вашим изумленным лицам. Оазис не секрет. О нем сообщалось и в газетах, и по радио. Но я не удивляюсь вашей неосведомленности. И с тех пор, как трудящиеся взялись за переустройство мира, во всех частях земного шара производится столько работ, что стало трудно быть в курсе всего. Вы слыхали о звезде Кэтс? — Да, — ответил я. — Так вот, наше искусственное солнце, — Крукс указал на небо, — обязано своим происхождением звезде Кэтс. Звезда Кэтс — это первая небесная база. Имея эту базу, нам уже нетрудно было создать и наше солнце. Вы, вероятно, догадываетесь, что оно собой представляет. Это вогнутое зеркало, состоящее из полированных металлических листов. Оно помещено на такой высоте, что лучи Солнца, находящегося за земным горизонтом, падают на зеркало и отражаются на Землю вертикально. Посмотрите на тени. Они отвесны, как на экваторе в полдень. Палка, прямо воткнутая в землю, не дает здесь никакой тени. Температура в центре оазиса — 30 градусов тепла и днем, и ночью в продолжении круглого года. По краям оазиса она несколько ниже из-за притока холодного воздуха. Хотя этот приток очень незначителен. Холодный воздух тотчас же увлекается вверх восходящими потоками. Соответственно, этим температурным зонам мы располагаем наше растение. В центре, как видите, у нас произрастают даже такие теплолюбивые растения, как какао. — Но если это ваше искусственное солнце погаснет, — сказал я. — Если бы оно погасло, растения нашего оазиса погибли бы в несколько минут. Но погаснуть оно не может, пока светит настоящее солнце. Поворачивая зеркальные листы под известным углом, можно регулировать температуру. Здесь она у нас постоянная, и мы собираем несколько урожаев в год. Это солнце лишь первое среди десятков других, которые скоро зажгутся на высоких широтах юга и северо-земного шара. Мы покроем целой сетью таких оазисов в полярные и приполярные страны. Постепенно воздух будет прогреваться и между оазисами. Мы создадим мощное солнце над Северным полюсом и растопим вековые льды. Прогрев воздух и продив новые воздушные течения, оттеплим все северное полушарие. Мы превратим ледяную Гренландию в цветущий сад с вечным летом. И, наконец, доберемся до Южного полюса с его неистащимыми природными богатствами. Освободим ото льдов целый материк, который вместит и прокормит миллионы людей. Мы превратим нашу землю в лучшую из планет. Голос умолк. Наступила тишина. Слышно было только жужжание аппарата. Затем вновь вспыхнул свет, и я увидел новую необычайную картину. В просторах стратосферы под небом аспидного цвета летают странные снаряды, похожие на ощетинившихся ежей. Внизу — легкие перистые облака, под ними кучевые, слоистые. Сквозь пелену облаков виднеется поверхность земли. Зеленые пятна лесов, черные квадраты пашни, извилистые серебристые нити рек, блестки озер, тончайшие ровные линии железных дорог. Ежи мечутся по небу в разных направлениях, оставляя за собой дымовые хвосты. По временам ежи замедляют свой полет и останавливаются. Тогда из них вырываются ослепительные молнии и почти отвесно падают на землю. Большая кабина, круглые иллюминаторы с толстыми кварцевыми стеклами, сложные, невиданные мной аппараты. Двое молодых людей у аппаратов. Третий сидит у стола за измерительными приборами и управляет работой двух. Пять тысяч... семь... задержать полет... Десять ампер... пятьсот тысяч вольт... Стоп! Разряд! Молодой человек у аппарата дергает рычаг. Сухой треск необычайной силы разрывает тишину. Молния срывается и летит на землю. Вперед! Полный ход! Он поворачивает лицо ко мне и говорит. Вы находитесь на атмосферной электростанции. Тоже одно из предприятий звезды Кэтс. Построив звезду Кэтс, мы смогли исследовать стратосферу с исчерпывающей полнотой. Изучили атмосферное электричество. О нем знали давно. Были даже попытки использовать его для промышленных целей. Но эти попытки не увенчались успехом ввиду ничтожного количества атмосферного электричества. Считалось, что над одним квадратным километром накапливается всего 0,04 киловатт часа энергии. Так оно и есть, если брать слои атмосферы, близкие к поверхности Земли. Разряды молний дают неизмеримо больше. 700 киловатт часов в одну сотую долю секунды. Но молния случайный, редкий гость. Иное дело высшие слои атмосферы. Там картина меняется. Живя на Земле, мы находимся на дне воздушного океана. Сравнительно давно люди научились пользоваться горизонтальными воздушными течениями, которые гнали их парусные корабли и вращали крылья ветряных мельниц. Потом открыли причину этих течений. Неравномерное нагревание воздуха солнечными лучами. Затем, когда люди начали летать, они узнали, что по той же причине происходит движение воздуха и по вертикали. Снизу вверх и сверху вниз. И, наконец, совсем недавно установили, что в нашем воздушном океане, вследствие притяжения Солнца и в особенности Луны, происходят такие же приливы и отливы, как в водных океанах. Но так как воздух почти в тысячу раз легче воды, то приливные явления должны быть особенно сильными. Атмосфера в отношении приливов и отливов ведет себя примерно так, как водный океан глубиной 8 километров. Луна притягивает массы атмосферы, и наш воздушный океан вздымается, выпячивается по направлению к Луне. Получаются огромные периодические движения воздушных слоев. Эти приливы и отливы сопровождаются трением газовых частиц, которые сильно ионизированы. Поэтому высокие слои атмосферы являются хорошим проводником для радиоволн. И вот в этих-то сильно ионизированных слоях атмосферы при их движении относительно магнитного поля Земли возбуждаются как в проводнике индукционные токи Фуко. Таким образом, в природе, благодаря атмосферным приливам, создается своеобразная динамомашина, влияющая на магнитное состояние Земли. Это обнаружено на записях магнитографов. Изучая работу этой грандиозной машины, этого своеобразного вечного двигателя, мы нашли, что запасы атмосферного электричества неистощимы. Они с лихвой покрывают потребности человечества в электроэнергии. Надо только суметь снять это электричество. То, что вы видите, первое и несовершенное разрешение задачи. Ракеты снабжены остриями-иглами, принимающими на себя электричество, которое накапливается в своего рода лейдинских банках. Затем происходит разряд молний над безлюдным местом, где существует приемная станция с металлическими шарами, парящими высоко над нею и соединенными с нею тросами. Сейчас мы приступаем к строительству грандиозной атмосферной станции, работа которой будет совершенно автоматизирована. В стратосфере соорудим постоянные неподвижные установки, соединенные друг с другом проводами. Эти установки будут накапливать электричество и отдавать его Земле по ионизированному столбу воздуха. Люди получат неистощимый источник энергии, необходимый для великой переделки Земли. Снова темнота. Молчание. Затем вспыхивает голубой свет. Он постепенно переходит в розовый. Утро. Яблони в цвету. Молодая мать держит ребенка. Он протягивает руки лучезарному дню. Видение исчезло. Вдруг я увидел небесные просторы и нашу планету, Землю, летящую в мировом пространстве. Послышалась торжественная музыка. Земля улетала в неведомые дали, превращаясь в звезду. А музыка становилась все тише и, наконец, словно угасла вдали. Сеанс был окончен. Но я еще долго лежал с закрытыми глазами, переживая свои впечатления. Да, Тоня, пожалуй, была права, упрекая меня в том, что я слишком замкнулся в своей работе. Вот только теперь я почувствовал, как изменилась жизнь во всем мире со времени мировой революции. Какие работы, какие масштабы. А ведь это только начало моих впечатлений. Что же еще ждет меня впереди? Субтитры создавал DimaTorzok